Если первый шаг загружать в себя новые и новые эмоции и познавать их, он принадлежит только нам, то развивать чувствование эмоций мы можем как через наблюдение за собой, так и вот сейчас было упражнение. Ищем каких-то людей, которые вам близки, которые с вами сонастроены, которые готовы вам давать обратную связь, и они вам тоже где-то могут помогать вот это вот развивать чувствование. Я, а здесь еще и другое может подключать. Идем дальше. После того, как, предположим, мы загрузили уже себе в программу много-много эмоций, мы уже их все знаем, мы их уже можем прочувствовать в себе и разделить на разные составляющие, мы переходим к следующему шагу работы с эмоциями. Это тренировка пластичности. Что такое пластичность? Это умение переключаться с одной эмоцией на другую. Сначала с близкой какой-то эмоцией. И вот такая методика, которая помогает растренировать пластичность нашу относительно эмоций. Что называется это? Эмоциональная шкала тону. Тону? Эмоциональная шкала тону. Смысл состоит в том, что здесь эмоциональные переживания идут от состояния смерти, то есть начальная точка в этой шкале, смерть, когда человек в ноле, в состоянии ноль находился. Следующая идет... Следующая после смерти, там идет апатия, ну и там еще дальше промежуточные. Ну вот я пишу, значит, горе, состояние горя, состояние страха, состояние скрытой вражды, гнев. Дальше идет антагонизм, скука, консерватизм, радость, интерес, восторг, активность, вдохновение. Здесь еще можно написать любовь. Это я пальцем почитаю. Это руками, когда доску трогаешь. Любовь. Ну так, чтобы замкнуть горе, а здесь вот так любовь. А вот все, что находится ниже антагонизма, считается эмоциями, которые ведутся, скажем так, условно говоря, к умиранию. Все, что находится выше антагонизма, ведутся в состояние выживания. Если по-другому сказать вот эти определения умирания и выживания, чтобы не так страшно было умирать и выживать, то смысл заключается в чем? Чем дольше человек находится вот в этих эмоциях, тем больше он понижает чистоту своих вибраций и притягивает, соответственно, к себе такие же ситуации. Чем больше человек находится вот в этой плоскости, тем его тон, почему она называется на эмоциональной школе тонуть, здесь каждая вот эта эмоция, она имеет условное обозначение. И если там, например, смерть это 0-0, то здесь любовь уже там будет 5-0. И каждая эмоция имеет свою вот эту условную единицу. Но это условно, это вот неважно. Здесь важно понимать, какие эмоции нас потом распускают, а какие, да, разрушают, а какие нас наоборот потом поднимают. Как тренировать про пластичность, да, и вот это переключение. Для начала нам нужно с вами определить, какая наша базовая эмоция. Для этого нужно будет, сейчас мы с вами можем только приблизительно, каждый из нас предположить, какая у нас базовая эмоция. Базовую эмоцию определяем следующим образом. Каждый день, в течение хотя бы недели. Вы в течение дня делаете себе такие стоп-моменты. Говорите, стоп, какую я эмоцию сейчас переживаю. Происходит какая ситуация, стоп, какую я эмоцию переживаю. И в течение дня вы вот такой срез эмоций делаете. День делаете 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну 10 можно сделать. Дальше смотрите, какая эмоция в течение 10 дней чаще всего повторялась. Вот это будет ваша базовая эмоция. Значит, вы в ней находитесь и вы создаете чистоту. Дальше смотрите на этой шкале, где это ваша эмоция. Ну, например, предположим, что человек находится чаще всего в скупе. Значит, первое, значит, вычисляем базовую эмоцию. Еще есть эмоции, эмоции есть социальные. Социальные эмоции это эмоции, которые мы испытываем под ситуацию. Ну, скажем, вот мы пришли сюда, да, здесь вот надо себя вот так вот вести. Сидеть на стульчиков, пребывать, ну, в каком-то состоянии пребывать надо здесь. Интересно. Интересно. Ну, как минимум интересно, да. Вот, то есть это где-то вот здесь. Если мы с вами сейчас делаем срез, вы в какой эмоции все говорите? О, да я же вот тут вот. Но когда мы начинаем вычислять базовую, она может оказаться ниже. А может, она и в интересе останется. То есть, вот, люди иногда не могут увидеть разницу для себя между социальной и базовой. И из-за этого не могут понять, что с ними происходит. Яркий пример какой. Сейчас в компаниях крупных есть вот этот вот, как там, они там пишут девиз, лозунг, да, пришли все в одинаковой форме, там еще что-то делают, да. И они вот приходят и говорят, вау, мы все можем, мы все можем. Вот это будет социальная эмоция. Он возвращается домой, ну, там, скажем, и в скуку выпадает, но завтра, ну, он думает, ой, завтра утром, да, я же завтра на работу. Он приходит и опять, ура, с утра побежали все, он опять. И человек живет день, два, месяц, год. И он говорит, вот все вроде классно, что-то не то. А не то, что он пребывает на самом деле не в эмоции восторга. Вот тут где-то высоко, а он пребывает в скуке. Ну, а дальше уже от скуки там это надо дальше копать, почему в скуке пребывает, да, это уже, это уже другая тема. Итак, предположим, что мы, значит, социальная, поняли, да, и эмоция, но базовая. Нас интересует базовая. Итак, вот после вот такого вот недельного хотя бы среза смотрим базовую эмоцию и смотрим. Если у нас, например, антагонизм, да, то ваша задача, каждый раз, отслеживая вот это состояние, когда возникает антагонизм, переводить себя в состояние скук. Вот антагонизм, это когда-то так. То есть на ступень подниматься. Да, а если сразу себя вытаскивать, вот сюда вдохновение, ты себя не вытащишь. И из-за этого мы часто тоже, ну, как бы, зависаем и не можем вырваться вверх, потому что... А мы тут спиртное обсуждаем, если... А, нет. Определить для себя, вот как у тебя антагонизм проявляется. Вот так вот, да? Да, это... А скука это как? Даже уже вот так. Скучно. Вот тебе надо каждый раз себя вот это состояние переводить. Но как только почувствовала, что у тебя пошел антагонизм, ты сразу себя переводишь, ну, в скуку, и смотришь в себе вот это состояние. То есть найти скуку в себе и... Да. Скука, можно сказать, что это равнодушие где-то, да? Да. Равнодушие. По отношению к другому человеку сначала было такое... Да, вот противоставление, типа, нет, не хочу с тобой общаться. А потом, да мне все равно, что ты там, типа, представляешь, да? Стоп, мы сейчас говорим про то, когда ты находишься в антагонизме. Ты ко мне сейчас говоришь, где-то ты в гневе же там находишься. И ты еще не контролируешь себя. Ты вот эти все шаги делаешь. Ты сразу вот прям захотела из гнева и сразу в любовь такая. Я такая гневная, сейчас я полюблю вас. Я вас всех люблю про себя, ну, все, сейчас. Сейчас вам станет страшно. И такая любовь такая гневная. Нет, все пошагово и потихонечку. Вот так вот, раз. Вот. Это один момент, значит, когда из базовой мы себя начинаем каждый день переводить в следующую эмоцию. Это первый момент тренировки пластичности. А второй момент, как можно использовать эту шкалу, это брать какую-то... Происходит какая-то ситуация не критичная какая-то. Ну, например, да, я вдруг вот сижу и вдруг я осознаю, что я одинокий. Одиночество это как-то вот не очень, да. Я, скажем, в состоянии горя такого. О, я одинокий, ой, я одинокий, ой, я одинокий. Я не могу сейчас горе чуть-чуть изобразить. Ну, в общем, вот, я, я сейчас. Одинокий, одинокий. Не верю. Ну, а вот надо оказаться в этой ситуации, да? Потом мы переходим из горя. И, понимаете, понизиться сложнее, утащить себя вниз и поднимать. Но смысл такой, надо пройти по всем. Значит, итак, я одинок, да? Я одинокий, я сижу, плачу. Потом, значит, я смотрю следующее, что? Страх. Да, мне страшно. Я одинокий, мне страшно, да, я одинокий. Страшно. Вражда. Да, я одинокий. Гнев, блин, я одинокий. Этагонизм, я одинокий. У нас всех меня, да, не, скука, ну да. Ну, вот, я, в общем. Одинокий. Консерватизм, потом. Ну, да. Я одинокий. Радость. О, я одинокий? Интересно. Хм, я одинокий. Хм, восторг, вау, я одинокий. Актив, вау, ну, я уже почти нажил в активе. Вдохновление такое, вау, представляете, я одинокий, вау. Это же так классно. Ну, вот. А любовь как? Ну, последняя. Когда я одинокий. Ну, вот, вдохновение, если дойдешь, хорошо. Я говорю, что я приблизительно вот основные какие-то выписал. А там надо под себя подбирать, по какой легче тренировать. И вот прошли раз, что-то опять возникло, какое-то переживание. И опять погнали, где нашли там. Испугались чего-то, да? И пошли тоже так. По всем эмоциям. И каждый раз вот это вот переключение будет тренироваться. Но это надо делать на слабых ситуациях. Если ты находишься в гневе и крушишь все вокруг, и все летит, и горит, то в этот момент тебе сложно из гнева сразу начать по всей этой шкале ходить. Тебе бы вытащить себя в антагонизм. То есть задача в яркой, сильной эмоции переводить себя выше следующую. А в более слабых, ну, таких, по мощности, эмоциональных состояниях, начинает себя переводить. То есть это вот в течение недели нужно делать так, как вам говорят, да? Вот это? Да. Да, это нужно постоянно делать. Каждый день, да? Пока это не станет, уже с тобой не срастет, понимаешь? А когда ты уже будешь вот просто, ты идешь и на автопилоте, о, да, я переживаю сейчас вот, ну, не просто, знаешь, ты уже здесь заполнила все, уже, знаешь, ты идешь, и ты каждый вот, вот сделала шаг, и ты чувствуешь эмоцию. И, ой, вот еще, и еще, и еще, и еще, и еще. В общем, это уже такое, получается, высшая степень осознанности такой. Вот. Хорошо. Поехали дальше. Следующий у нас шаг, это, ну, вот к тем, кто-то и не вернулись, да? То есть, теперь, если мы уже знаем набор эмоций, мы научились их прочувствовать в себе, у нас появилась пластичность переключения от одной эмоции к другой, мы начинаем тренировать, хотя это уже можно начинать и сейчас тренировать, да? Интеграцию состояний, которые возникают, эмоций, которые возникают. Опять же, начинаем, ну, с каких-то не взрывных эмоций, а просто каких-то эмоциональных состояний. Вот, исходя из стоп-момента, как мы делали упражнение, ну, по действию, да? Вы решили выпить, нет, выпить это активное все-таки действие. Нет, надо, чтобы это было, сидите. Вот, вы сидите, и вдруг выключили свет, у вас пошло раздражение, да? Вы сидите. Вот, вот сейчас самый классный момент для того, чтобы заняться интегрированием. Интегрирование – это приведение себя в целостности, проживание эмоций полностью до нуля, чтобы она не осталась нигде у нас в теле, в мышцах, в энергетическом поле, вот, чтобы она полностью прожилась. Вот, значит, выключили свет, у вас пошло раздражение. Вы отслеживаете, так, у меня пошло раздражение. Где оно у меня в теле? Так, у меня напряглись мышцы, у меня, как это, с горбила спина, сюда вот плечи пошли, вот здесь вот пошло напряжение, вот здесь вот такая вот пульсация какая-то пошла. И мы начинаем по телу ходить с кончиков пальцев до макушки, по рукам и проходит раздражение. Я наблюдаю раздражение. Вот сейчас я его, да, получается, наблюдаю, я его проживаю. Вот это я сейчас, я сейчас в раздражении, да. Выключили свет, у меня пошло раздражение. То есть первое, что я для себя определяю, у меня какая эмоция пошла? Раздражение. Где я его чувствую? Я начинаю по телу гулять, не просто почувствовал, а именно начинаю проживать. Раз прошли, два прошли, три прошли, четыре. И на пятый раз идете, эти уже, уже плечи тут не напрягаются, здесь уже ничего не ходит, нигде нет. Все, значит эмоцию перепожили. Свет выключили. Какой эмоций? О, его уже включили.